Золотую маску Золотая новость, которую мы узнали буквально в ноябре. Сама я являюсь руководителем Международного дела Театра Ланхофф. Это где-то год я работаю в этой организации. И, конечно, мы все, весь состав театра очень рад тому факту, что спектакль Джеребына Джерилетта, который на русский язык перевели как «Воительница Джеребына», был отобран именно в шорт-лист. С лунг листом попали в шорт-лист, то есть официально мы номинированы по четырем категориям, как лучший спектакль большой формы. Номинанты также мы за лучшую режиссуру, за лучшие костюмы и за лучшую оформление спектакля самого. Здесь еще такой примечательный момент. Дело в том, что Якутский театр вчера не номинирован и были на национальную премию «Золотая маска». Это как бы всем известный факт. Мы знаем, что «Золотая маска» – это общероссийская самая главная премия в области театрального искусства. Театр Ланхофф номинируется во второй раз. Первый раз был спектакль у Даганки Степанины Борисовой номинирован. Лучший спектакль «Малая форма», но они приз не получили, но участвовали. В этот раз, получается, театр Ланхофф второй раз номинирован с этим спектаклем. Ранее Саха-театр был несколько раз номинирован. Мы знаем, что Андрей Савич за вклад получил, что спектакль Сергея Потапова «Макбет» получил в свое время. Также замечательная актриса Саха-театра, которой ныне с нами ее нет, услышали, наверное, получила эту премию. Дело в том, что в этом году впервые этот спектакль был еще отобран в рамках «Золотой маски» в понятии «Russian case». «Russian case» – это параллельно идущее с «Золотой маской» явление, которое предназначено именно для зарубежных критиков, директоров различных театральных фестивалей, журналистов, продюсеров мероприятий. То есть, получается, из всего того набора, что номинировано на «Золотую маску», будут отобраны спектакли именно для зарубежных гостей. Их каждый год бывает порядка 80-90 человек из 25-30 стран. И они будут как раз внимательно смотреть тенденции нового российского театра, получается. Как же направление российский театр движется, какие новинки он представляет. И мы очень-очень горды и рады, что попали именно в это направление. Потому что это дает возможность быть увиденным и услышанным, как говорится. И, возможно, в будущем, если, например, спектакль сам кому-то понравится, из критиков или театральных продюсеров, то мы будем иметь возможность, скажем, выезжать на различные гастроли, может быть, да, а нас напишут в больших изданиях, в профессиональных изданиях, скажем. Потому что вообще я сама, как продюсер, который занимается продвижением не только театра, но и кино, но у меня есть главная мысль такая, что мы не должны, на самом деле, навязываться, да, вообще куда-либо. Если человек профессиональный, если продукт сам профессионально качественно сделан, то нас должны, как бы, хотеть, грубо говоря, да, то есть специально приглашать, искать возможности приглашать. Потому что таким образом, во-первых, это с финансовой точки зрения выгодно, потому что тебя приглашают на своих, как бы, условиях, да, кто-то. Ты не тратишь, скажем так, пандербюджетные деньги и так далее. То есть, в принципе, чего плохого здесь, то, что мы будем сами себя навязывать, сами себя рекламировать. Да, но, с другой стороны, промо, оно должно быть тоже таким вот правильным, выстроенным, чтобы не было такого, чтобы, например, тебя не ждут и не хотят, а ты сам, как бы, вот, тратишь деньги и пытаешься попасть куда-либо, да. То есть надо выстроить так, чтобы тебя хотели, то есть каждый год, например, следили за новинками, скажем, того или иного направления. Тубиш – это якутское кино или якутский театр, да, и приглашали на различные фестивали, возможно, да, и так вот. Ну, вот в этом году, благодаря вам, Якутия приняла участие в Пусанском кинофестивале в Южной Корее, который проходила. Давайте на нем поподробнее остановимся. Ну, Пусанский кинофестиваль, конечно, это серьезнейшее, крупнейшее мероприятие в Азии, получается, именно в области кино, да. Здесь, опять же, вот приезжает почти вся Азия, все азиатские государства там представлены, куча фильмов. В основной программу попадают порядка 400 фильмов, и вот впервые в этом году был сделан специальный фокус именно на якутское кино. Это, на самом деле, уникальнейшее явление, которое, возможно, для кого-то оно мимо прошло, может быть, да. Я немножко расстроена была, потому что федеральные СМИ об этом не сильно осветили, хотя я давала интервью. Вот, 12 картин именно производства нашей республики разных времен, разных лет, да, были представлены на этом крупнейшем кинофоруме. И задача была именно корейцы. Вообще, на самом деле, очень такой любознательный, очень умный народ, мы об этом знаем, да. И вот про историю я не буду рассказывать, как все это произошло. Это, конечно, инициатива большей стороны была корейская. Опять же, вот мы, когда ездили с фирмом «Костер на ветру», имели шанс познакомиться с программным директором, там, организаторами. И вот они изъявили такое желание. Я, конечно, не должна, ну, как бы не могла отказаться от такой возможности. И в течение года, конечно, это очень много сил и времени заняла подготовка, потому что помимо отбора фильмов мы занимались тем, что писали книгу. То есть здесь еще как бы один такой момент, очень такой верно, как вот выстраивают корейцы, получается. Они помимо показов еще фиксируют это в книге, получается, да. То есть мы написали впервые, опять же, в истории якутского кино, возможно, странно очень. Книга вышла, она о якутском кино, и она вышла на двух языках, на английском и на корейском. И этой книги пока еще нет на русском языке, но она есть уже на английском и на корейском. То есть, опять же, это дает такую возможность нашему кино быть услышанным вне корнец, да, республики. То есть, опять же, куча экспертов, киноведов, там, профессионалов. Это должно положительно сказаться в целом. Да, да, ну, поэтому я как бы жду сейчас, вот, то есть наши усилия не должны быть напрасными. Я жду как бы ответ от всех каких телодвижений, скажем так, да, что будут дальше приглашения и тому подобное. Ну, мы надеемся, что эта книга при поддержке нашего правительства, министерств, мы его опубликуем, надеюсь, на русском языке, расширим, возможно, да, то есть больше авторов будут участвовать, потому что время, конечно, пришло, чтобы рассказывать о развитии якутского кино, потому что о нем много говорят, но вот специализированной книги по якутскому кино еще пока нет. Тогда, Андрей Валентин, ну, как в целом вы оцениваете перспективы якутского кино? Ну, конечно, я как человек, который болеет этим душой, я, естественно, думаю, что лучшее впереди, что это только начало, на самом деле, потому что если посмотреть на историю якутского кино, оно очень молодое, всего лишь 30 лет, даже меньше 30 лет, если официально, скажем, по датам становления якутского кино. А мы знаем, что это с момента 90-х годов, начало, когда у нас появилась своя национальная кинокомпания «Сахафильм», хотя, конечно, до этого были пионеры якутского кино, они, это как раз-таки ваши коллеги, телевизионщики, они были как раз пионерами якутского кино, потому что я очень рада тем, что я, например, знакома вот с Семеном Ермолаевым, да, с Элеем Ивановым, те люди, которые в свое время начинали это движение якутского кино, то есть мы знаем, что в этом направлении, вот операторское искусство и так далее, первыми овладели, естественно, кто? Это телевизионщики, получается, да, и вот они в свободное время, оказывается, баловались тем, что снимали якутское кино. Ну, вот мне как телезрителю кажется, что якутское кино достаточно стремительно, большими шагами развивается в последние годы, по крайней мере. В последние годы это да, потому что, во-первых, пришло очень много молодых, амбициозных людей, потому что мы знаем, что молодые люди обладают большой энергетикой, да, они как бы ни перед чем не останавливаются, не сомневаются. Насколько мне известно, некоторые из них еще не совсем традиционно снимают, то есть не как это принято, а у классика. Да, да, есть такой момент, но здесь вот есть такой момент, что многие, наверное, поспорят, но, честно, многие кинематографисты у нас не имеют специального образования, скажем, профессионального образования. Хотя, кто-то говорит, что это, может быть, плохо, да, что надо иметь, но на самом деле, мне наоборот кажется, когда человек имеет какое-то профессиональное образование, он, наоборот, делает очень как бы взвешенные шаги, да, боится там чего-то износит. Шаблонный, да? Да, возможно, есть такое, а человек, который, ну, это, не знаю, это плохо или хорошо, я не могу сказать, но есть такое, да, то есть как бы ты не чувствуешь границ, возможно, это смел вначале, да, возможно. Потом на ошибках учишься и так далее, ну, поэтому это же на самом деле искусство, искусство не должно иметь каких-то барьеров, если человек хочет выразить свои эмоции, почему бы нет, попробовать это все сделать, свои чувства и так далее. Ну, кино само по себе, конечно, дорогое удовольствие, потому что технически, опять, он достаточно сложный, да, то есть здесь должна работать команда профессионалов. Вот этот случай как раз с фильмом «Костер на ветру», наверное, вы слышали, да, что он непрофессиональный режиссер снял. Здесь, конечно, очень большой плюс именно вот успех этого фильма сделала кто? Это команда, команда профессионалов. То есть Диме помогала команда профессионалов в лице, например, операторов, да, ассистентов режиссера, звукорежиссеров, там, то есть люди, которые были на площадке, они все были люди, которые уже ранее работали в кинопроектах, поэтому этот проект получился. Ну, вот некоторые скептики говорят, что якутское кино, ну, это, конечно, не все, что оно достигло именно потолка сейчас своего. Можно ли об этом вообще говорить? Ну, у меня тоже такие мысли, на самом деле, были, потому что все упирается именно в бюджет проектов. То есть, если мы точно, вот, эта цифра как бы не секрет, да, вот, ежегодно, например, республика, правительство, выделяется 5 миллионов рублей в год, да, на производство фильмов. Хотя, на самом деле, многие говорят, что, с другой стороны, что деньги развращают, что деньги не должны быть, как бы, такие серьезные, чтобы развивать, но здесь, как бы, опять же, нужно зависеть, как бы, что мы вообще хотим разлетать. То есть, мы просто должны вот самовыражаться таким образом продолжать, да, все время, как бы, на одном уровне. Или все-таки мы хотим о себе достаточно серьезно заявить, захватить, скажем так, более широкие возможности проката, например, да, потому что все-таки прокатывается якутская кино только пока в республике, чему, на самом деле, мы рады, но в то же время, как бы, изолировано получается. То есть, в широкий российский прокат, на моей памяти, выходил только фильм «Мой убийца», Марьяна Скрыбыкина, продюсера, да, если мы это настроены на то, чтобы сделать широкий прокат, то, соответственно... Ну, какие барьеры надо сломать, чтобы забиться. Да, да, то есть, и бюджеты должны быть достаточно серьезными, и истории какие-то более внятные, возможно, какие-то универсальные, которые будут понятны любому зрителю российскому, да? А как Вы прокомментируете мнение, что национальное кино не стоит отделять, либо противопоставлять российскому как раз? Ну, конечно, это вот как раз я такую мысль озвучивала, когда давала интервью в «Извести», помните, да? Естественно, потому что, во-первых, ну, республика находится в рамках Российского Федерации, вот это мой субъект Российской Федерации, и якутское кино – это часть российского кино. Возможно, для многих, конечно, тех жителей, скажем, центральной части России, еще Якутия сама по себе как регион неизвестен, возможно, да? И кто-то воспринимает ее как совсем отличающуюся от общей, скажем, всей российской культуры, да? Как бы страной, может быть, там, регионом, то как раз-таки вот через кино, через вот как раз-таки вот театр наш, есть возможность, ну, ну, то, чтобы объяснять, ну, как бы мы все должны вместе это сделать, потому что тем богата страна, чем она богата? Как раз-таки народами, проживающими в этой стране, многонациональной культурой, да? И от того, что мы там участвуем в различных кинофестивалях и показываем и себя, и российскую культуру, от этого, как бы, никто не теряет, наоборот, получается, выигрывает. Вот много разговоров про аутентичности якутского кино. В чем же все-таки особенность нашего кино? Ну, ломали многие кинокритики, писали, в чем же феномен, то есть, такой пример там, что снимается кино в различных регионах. На самом деле, не только у нас он снимается кино. Мы знаем, что в Татарстане снимается, в Башкортостане, вот недавно была такая яркая большая картина была, в Калмыкии был фильм снят, вот Элла Манджи, как раз она приезжала сюда. Ну, я сама, не знаю, со стороны, как определить. Ну, в этом, как бы, отличие якутского кино от того, других регионов, возможно, в том, что реально вот энтузиазм авторов. То есть, они берут, во-первых, материал не какой-то там со стороны, а свой материал. То есть, возможно, здесь какое-то явление есть, что мы основывались на своей, как бы, культуре, фольклоре, на классической литературе, да? Вот, якутские писатели снимаем кино. Может быть, также момент еще, что все фильмы снимаются на якутском языке, тоже особенность, как бы, атмосферу передают всем по-другому, да? Вот, и есть еще такой момент, что многие говорят, что мы немножко изолированы, то есть, мы не смотрим на то, что происходит, скажем, там, на большой земле, да? Что чаще всего снимают, скажем так, в Европе, возможно, там, в Америке, в Азии, да? Это, наоборот, хорошо. То есть, получается, мы не пытаемся копировать никого, у нас, как бы, свое направление, и мы по нему идем, свой путь, по которому мы идем. Это, на самом деле, очень хорошо. Это хорошо, что у нас есть свой путь, мы не пытаемся быть никого, по которому. И мне кажется, надо как раз-таки удержать и в этом направлении развиваться. Садан Анатольевна, большое спасибо. Спасибо вам. Была беседа действительно интересная. Дорогие телезрители, я напоминаю, что вы смотрели актуальные интервью, и сегодня у нас в гостях был продюсер, кинематографист Сарадана Савин. Оставайтесь на нашем канале, будьте в курсе всех событий, удачного вам дня. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова